И в завершении для многих школьников этот учебный год станет последним. Весной они закончат учебу. Что бы вы им посоветовали? Ведь им предстоит принять важное решение относительно будущей учебы и будущей трудовой деятельности. Да, конечно. Последний год, когда еще можно не только приобрести знания, но и умение думать. Это очень важно. Второе, при выборе вуза, где учиться, или техникума, надо, а что я буду работать и какой запрос на ту профессию, в которой вы будете учиться, какой запрос на рынке труда, сколько платит молодому, сколько платит уже опытному, сколько платит корифею. Насколько легко найти работу, где вы собираетесь жить. Что потом? Как это будет выглядеть через 20-30-50 лет? Будет ли сброс на вашу профессию? Ну вот, такие пожелания. Надо всегда помнить, что важно, чтобы для меня, по крайней мере, всегда, чтобы на человека можно было положиться. Если ему сказано, то он это сделает. Если он обещал, то он это точно сделает. Если на человека нельзя полагаться, тогда грош цена такому работнику. Мне такой работать точно не нужен, потому что я не нянька, я не надзиратель. Человеку сказано, он должен сделать это. Не получается, он должен сказать, что извините, мне не получается, потому-потому-то, и думать, как это сделать. Вот такие мои пожелания. А так, весь мир открыт. И главное, найти время подумать. Подумать, что сегодня, завтра, послезавтра. А то вперед, а потом, ай-яй-яй, ошибся. А 4 года потеряны. А 4 года, вот надо будет работать в трудовой жизни 50 лет. Так, 55. Вот посчитайте, сколько это зря выброшено.